Всем-всем большой привет! Пора показать ароматы, которые я выбрала на следующий месяц. На месяц июнь. Он уже идет вовсю, а я все тяну с обзором. Поэтому давайте я покажу, какие ароматы выбраны были водички на этот месяц. Выбрала я около 15 ароматов, не знаю, плюс-минус. Но покажу. На улице очень холодно, то 6 градусов, то 12. Надеюсь, что будет еще тепло. Синоптики передают, что будет и 20 и выше. Поэтому ароматы будут для холодного времени года и также для теплого. Начну с Эйвом. С высоких ароматов. Первый это Флёр. Было время, когда я вообще не могла ничем пользоваться, только им. Прямо была настолько у меня к нему сильная нежность и любовь, что один он и больше ничего. Таким образом у меня закончился целый флакон. Я потом открыла. У меня был в запасах приобретен еще один. И вот этот у меня долгое время потом стоял. Как бы, знаете, вот наелась и остановилась. В этом месяце у меня опять рука потянулась к флёру. Уже нет той прямо дикой любви, какая у меня была одно время. Но, тем не менее, он остается у меня в любимчиках. Иногда девчонки говорят, не мой аромат. Бывает, говорят, что это только мой. На самом деле, как я поняла за всю свою жизнь, что нет аромата. Мой, не мой. Бывает время для аромата. Потому что, когда мне было 20 лет, я любила только сладкие ароматы. Для меня все, что с цитрусом, было неприемлемо. Мне казалось, что это только мужские ароматы могут быть с цитрусом. А сейчас все наоборот. Ну, конечно, мне не кажется, что сладкие должны быть мужскими. Но цитрусы это прямо вот мое-мое сейчас. Ну, давайте я вам расскажу немножко, что входит в аромат флёр. Верхние ноты нежная маракуйя. Сердце лепестки розы. И базовые ноты цветок синего ириса. Маракуйя достаточно сладковатая. Роза, она такая нежная и немножко терпкая. Но аромат, я бы сказала, он такой цветочный и в свежесть уходящий. Ну да, даже много тут свежести такой. Я бы решила, если бы мне сказали, что в него входит, я бы подумала, что, наверное, даже типа сока лимона. Но нет. Вот маракуйя, роза, ирис. Может быть, еще что-то входит. Потому что не три же ноты капнули сюда. Ну, вот там, где я нашла линейку ноты этого аромата, было только так. От Ифраше я взяла три водички, которые считаются у них моноароматами. Первый, мой любимый ландыш. Это прямо вот аромат на века. Я думаю, что летом я вряд ли от него откажусь. Наверное, он у меня будет каждый месяц гулять по моей арома косметичке. Второй аромат роза. Это вообще чистая роза, нежная, красивая. Ну, не знаю, мне кажется, прямо сама нежность, вот как раскрывается в этом аромате роза. Я думаю, это лучший аромат с розой, какой может быть. Прям очень красиво звучит. Смотрите, солнце вышло. Как приятно. И третий аромат, который я взяла в ожидании все-таки теплых дней, это цветы цитруса. Как-то вот, я не помню, коробочку выкинула, все было написано на коробочке, но название было такое, что цветок, цитрусовый цветок или как-то так. И действительно, он очень свежий, такой спокойный, как прохладное утро. И в жару вот такой аромат будет очень-очень классный. Много ароматов у меня именно подаренных, не мною купленных. И я очень-очень благодарна каждому, каждой девочке, которая мне сделала такой подарок. Вот этот аромат, это самый взрослый старичок в моей аромаколлекции. Иногда девочки спрашивают, ароматы там срок годности. У аромата, на самом деле, хоть официальный и есть срок годности, он может храниться, если правильно, то долго. Аромат портится, если нарушается, как где-то упаковка попадает туда в воздух, он может испортиться независимо от срока годности. И если вы его неправильно храните, например, на свету или еще хуже, на солнечном свете. Вот этому аромату около 10 лет. Он у меня самый-самый старичок. И ничего ему нет. Вот как я пользовалась 10 лет назад им, так вот и сейчас время от времени я им пользуюсь. Но сейчас хочу я его доиспользовать, но не за месяц, конечно, но в ближайшее время, чтобы с ним уже расстаться. Это от Кевин Кляйн аромат. Называется вот так, Этернити. Могу ошибаться, Саммер. Давайте я сюда поставлю. Цветочков у меня не просто так два. Сирень сорвала я. А второй цветочек, это Максимкин цветочек. Он очень просил, чтобы я его тоже сняла в ролике. Ну, давайте к этому аромату я вернусь. Он вообще в 2005 году и, кажется, был лимиткой. Ой, сегодня будет радуга. Проливной дождь и солнце. Представляете, на улице дождь. Прям сильный-сильный идет, значит, будет радуга. Это цветочно-водяной аромат. В него входят мимоза, гордения, листья инжира, фиалка, вербена лимонная, жасмин, водяная лилия, лотос. То есть, можно представить, как он звучит. Он мне сначала чем-то персив напоминал. Даже вот внешний флакон, такой голубой и голубоватая, кажется, вода. Он такой вот, если меня бы спросили, да, водный. Это аромат водный. Может быть, поэтому он у меня дольше всех и стоит в моей коллекции. Плюс это флакон на 100 мл. Очень большой. Любовь моя, очень нежная любовь. Это маленькое розовое платье от Avon. Вот такой вот пузатик. Очень люблю я этот аромат. Был момент, когда за мной девушка бежала и спрашивала, что на мне нанесено, какой аромат я ношу. Аромат, говорит, настолько приятный. Я ей сказала, что это от Avon, маленькое розовое платье. Она очень удивилась. Говорит, от Avon? А Avon может так вкусно пахнуть? Я говорю, ну вот, это он. Это цветочно-зеленый аромат. В него входит лимонная цедра, лепестки жасмина, лайм, сердце, розовый пион, цветок лотоса, фрезия. Ну и база, почулики, дровая древесина и мускус. Вот он цветочно-зеленый, и это очень чувствуется. Этот аромат, в нем как бы есть и цитрусовые, да, вот эти вот вначале, лимонная цедра, и розовый пион. А пион, он как розы, имеет небольшую терпкость и сладость. И поэтому настолько вот эта вот кислота со сладостью переплетается и так красиво раскрывается, что это мой один из любимых ароматов. Дальше. Тоже в ожидании жары. Я в этом месяце взяла Персив Дью. Может быть, это спровоцировал еще и Эйвен, потому что этот аромат они издали в удобном флаконе, 30 мл. У них как бы эконом такая версия. Он более дешевый, чем вот большая такая вот льдинка. В этом 50 мл. И сейчас я вам расскажу, какие ноты входят в этот аромат. Во-первых, он морской, цитрусовый. Это да, вот прямо так оно и есть. Верхние ноты. Лимон, дыня, фрезия. Сердце. Жимолость. Морской аккорд. Абрикос. И база у него золотая, золотистая амбра, шелковистый мускус и сандал. Мне очень нравится в Персив Дью, что вот лимон и дыня, это получается и кислота, и сладость. И вот они тоже сразу, вот изначально, когда наносишь, очень приятно окутывают. Ну, а потом раскрываются разные ароматы. И морской тут аккорд, и амбра идет, и мускус в конце с сандалом. Ну, и в целом аромат очень-очень-очень приятен. Наверное, я, простите, поскреплю немножко, чтобы у меня тут все уместилось. Следующий аромат, который я выбрала, ну, возможно, на выход, возможно, на прогулке. Пока прохладно, у меня почему-то потянуло на Тудей. У меня Тудей большой, 50 мл. Почему-то зимой он у меня как-то больше стоял, а сейчас я решила им воспользоваться. Тудей, это, наверное, гордость компании Avon. Это замечательный цветочный аромат. Есть те, кому он не подходит, но я в числе тех, кто от него без ума. Единственное, лет 5 назад я им перестала пользоваться и не пользовалась года 2. Потому что у меня близкая, знакомая очень злоупотребляла. Мы часто с ней пересекались. И я просто задыхалась от нее этим ароматом. И вот меня года на 2 отбило. Ну, потом я снова к нему вернулась. Потому что у нее закончился. И спокойно пользуюсь. Как я сказала, это цветочный аромат. У него верхние ноты. Кстати, такие достаточно сложные. Стрициллиум, Гибискус, Стефанотис или Стефанотис. Не знаю, как правильно это читается. И сок кактуса. В сердце входят цветы будлеи. И база, древесные породы, розовая вода и мускус. То есть, на первый взгляд, очень сложный аромат. А знаете, когда я его наношу на себя, мне почему-то кажется, что тут такие цветы. Вот, типа, жасмин и что-то подобное. Жасмин, вот, как будто вот такой вот букет небольшой цветочков таких. Но, на самом деле, вон какой сложный тут набор. И древесные породы входят. Аромат очень приятный. Следующее, что я хочу показать, это на холод, которого сейчас слишком много. Это Far Away Infinity. Это очень теплый, домашний и в то же время на выход аромат. Кто любит сладость ванили, то этот аромат очень даже подойдет. Он цветочно-фруктовый. В него входят бергамот, бархатцы, жасмин и ваниль. Вообще, в ароматах, когда идет жасмин и ваниль, я очень люблю вот это звучание. Цветы и вот с этой вот теплой ванилью, сладость ванили, это очень-очень красиво звучит. Следующий тоже полюбившийся мне аромат, это Melody. Если я правильно произношу, это Faberlic. Давайте поставлю сюда и расскажу. У него вначале идет фруктовое трио. Яблоко, груша, клубника. Яблоко кислое, клубника сладкое. Груша тоже она обычно сладкая бывает. Потом идет Магнолия и Франджипани. И в конце идут Пачули, Сорбет и Пролине. Это настолько красивый аромат. Я не знаю, есть ли те, кому он мне нравится. Но чаще я в отзывах слышу, что прямо вот с первого вздоха этот аромат вау как нравится. Но вот я среди тех, у кого вау с первого вздоха сразу полюбилась. Далее. Давайте я чуть-чуть вот так вот покрасивее как-то это все расставим немножко. Так, далее. Аромат, который с прошлого месяца тоже перекочевал. Вот такой вот аромат жасмина. Это духи. Или туалетная водичка может быть маленькая. В ней всего 8 мл. Это совсем недавний мой подарок. Это духи без распылителя. Поэтому они более экономно уходят. Я когда дома нахожусь, я с огромным удовольствием ими пользуюсь. Они у меня под рукой стоят. И я думаю, мне их хоть 8 мл хватит надолго. При том расходе, который получается у меня. Очень-очень нежные и приятные духи. Как раз вот май-июнь, пока все цветет. У нас тоже уже в бутонах куст жасмина на улице. Поэтому актуально решила оставить. Вечерний аромат, на который как раз я ноты вообще не нашла. Это от Ив Роше, флавер пати. Ночной, в общем. Он ночной диско, кажется, называется. Вот такой красивый цветочек. Я знаю, что он отличается от первого варианта. Ну, как я прочитала, что в него добавлена еще лакрица. Он сладкий, теплый и немножко такой, не знаю, не терпкий, а приятный аромат. Вот вечер, да. Вечер, знаете, как будто бы душный вечер. Вот так. Он мне напоминает. Поэтому такой аромат, я думаю, в прохладный вечер будет хорош. Потому что вот в нем какая-то вот теплота такая прямо есть. Следующий аромат. Не знаю, как я им буду пользоваться, сколько я им буду пользоваться. Он у меня почти целый. Это доктор Пьер Рико. У меня, я не знаю, как он называется. Я не буду даже врать, потому что тут наверняка это французский. Ну, не наверняка, а наверняка. Я как всегда. Это французское название. Я вообще английский-то не знаю, а не то, что французский. Очень красивый флакон. Это очень сложный аромат. Он парфюмерный аромат. Кто-то, я вот читала на него отзывы, кто-то его называют удушающим, кто-то сложным, кто-то интересным. По-разному его описывают. Но сейчас я как смогу отпишу сама. Он действительно очень сложный и стойкий. Но к нему надо привыкать. Давайте я прочитаю, что здесь есть. А, не прочитаю. Я выхватывала отрывки из описания этого аромата и поняла, что в него входит такая сложная группа, как и лилия, и кокосовая вода, и ваниль, и жасмин. И какой-то коктейль туда идет. В общем, в нем есть и цитрусы, и сладость, и фрукты, и цветы. То есть, это такой сборник разных пород, хотела сказать. Ну, сложный аромат. Я хочу к нему привыкнуть, потому что многие о нем написали, что привыкнув не сразу, его полюбили. Но если у вас от сложных ароматов болит голова, то это вот про него. Флакон хочу просто вот особо отметить. Не знаю, на солнце я не дотянусь, нет, не дотянусь. Но все равно вот там он светло, подальше. Посмотрите, как от желтого в темно-синий уходит. Такой красивый вообще. Вот вверх прямо темно-синий. Тут и изумруд, и рыжинка есть. И вот как вот идет этот флакон. Вот так же он и раскрывается. Интересно, оригинально прямо. Я все хочу очень красиво поставить. И два аромата, которые я оставила для дома. Это от Юнитоп. Первый из серии. У Юнитоп много серий есть. Это была серия Коктейль. У меня из этой серии 4 аромата. Мне их присылали когда-то на обзор. И я время от времени их использую как домашние ароматы. Потому что они интересные. Это не очень стойкий аромат. Туалетная водичка даже, можно сказать, императрица. Можно назвать компотиком. В него входит Малина, Личи, Белая Фрезия. Сердце, Пион, Ландыш, Жасмин и Лилия. И база, Пачули, Мускус. И все. Ну, в общем, это легкий домашний аромат, который всегда может быть под рукой. Им всегда приятно быстренько воспользоваться. И он ни к чему вас не обязывает. Приятный, нравится. И последний аромат, который я выбрала на этот месяц. Тоже от Юнитоп. Это Fluid Charm. Тоже вот серия уже флюидов. Это больше похож аромат на духи. Давайте сюда поставлю. Он такой солнечный. Вот как вот он выглядит солнечно. Давайте вот так цветочек поближе поставлю, чтобы все было видно. Вот он как выглядит солнечно, так его и чувствуешь. Вот так. Он цветочный. В него входит мандарин, роза, мускус, орхидея, фиалка, слива и ежевика с древесиной. Ну, это я так по очереди прочитала, сверху донизу ноты. Вот вначале мандарины и роза, они так пересекаются, что он вначале кажется сложноватый. Потом это все оседает. И уже дальше орхидея, фиалка, слива, ежевика. И он остается легким, нежным, таким фруктово-цветочным. Вот такую коллекцию выбрала я на этот месяц. Не знаю, чем я буду больше пользоваться, чем меньше. Но я с огромным удовольствием точно буду пользоваться всеми ароматами, которые у меня на этот месяц запланированы. В этот раз решила поискать ноты. Долго, правда, я с ними ковырялась, искала, но почему-то захотелось в этот раз прочитать. Но в целом так делать не буду, потому что это сложно. Сидеть целый час, искать ноты на каждый флакон. Но бывают девчонки говорят, что ты нам в свои дни не рассказываешь. Лучше расскажи ноты, так будет понятней. Но бывает, что ноты одинаковы в разных ароматах, а раскрываются по-разному. То есть в одном, может быть, ландыш ярче звучит, в другом жасмин ярче. Ну и у нас восприятие такое, что одним-одним пахнет, другим-другим. Поэтому тут тоже... Ну, в любом случае, я вам показала то, что отложила на этот месяц. Всем огромное спасибо за внимание. И всем пока, до новых встреч!